Тема, которая тебе не понравилась, вообще не проблема Уход Прокопа Ты не считаешь, что сам радует, допустим, в составе, там, может, обидеться на месяц? Анкал проигрывает сам себе Выступить на такой арене Это лучше, чем секс А как так получилось, что тебя пригласили? Своей гранией Изабел Прокоп, Володя и Крап, это Месси, Криш, Мимбопе Давайте мне клоунов, пожалуйста Ваааай, камон! Ребят, всем привет! Вы на канале ГАЗ И сегодня у нас прекрасный гость Гость, который немногословен Его поймать очень тяжело Но цитаты вы его точно знаете и песню тоже До этого попозже Алан Гатагов у меня И интервью Сегодня сугубо о медиафутбол Приветствую тебя, дорогой Рад Я вот хочу начать с самого главного Со мной давно так никто вежливо не общался на вы Честно Хотя ты постарше меня Я удивлен То есть у меня немножко в голове Резонанс от fight come on Эмоций на поле До супервежливого человека За пределами футбольного поля Как тебе это удается? Не знаю, ну Медиафутбол медиафутболом А вежливость никуда не девается И она, как говорится В таких кругах общаюсь, что только так Получается общаться Давай начнем с самого начала Как ты вообще пришел в медиафутбол? Меня Саслан заманил, скорее всего Еще сын увлекался медиафутболом Он смотрел, он челленджи все смотрел И как-то, естественно, хотелось немножко У меня тоже в голове не угодно Вот как у тебя представлены В том, что, как бы, да, разные Разные персонажи, личности, так скажем Во мне Также у меня, как это Профутбол, премьер-лига И где-то А здесь челленджи И это все популярнее Когда я сцену говорю Вот посмотри, пожалуйста Посмотри, какие голы забивают там Ребята Но и где-то хотелось признание получить его То он с Асланом Радовичем пошел В НС работать Потом я за матч этого играть начал Да, за нашу старую банду И как-то так там Бейс-турнир И вот как-то все пошло Поехало, закрутилось, завертелось И так я и стал Просто ты один из самых первых футболистов Которые пришли в медиафутбол Которые играли там в премьер-лиге То есть второй был точно Тара Третий я был То есть до всего Тогда был только МКС МПЛ еще тогда не было А Тары не было, да, еще? Нет, ты раньше пришел Ага, я раньше пришел То есть ты еще играл за матч ТВ Я окапывался там Не, матч ТВ топ команды Моя любимая Потом Бейсмент За Бейсмент еще играл Это Бейсмент, да Бейсмент были самые топовые времена Которые это были Вот это первые-первые Тут жалко, что я там тоже, конечно Не доехал до финала Если бы я играл, я думал Исход был бы другой с дротами Ну, конечно Пять-четыре выиграли мы Я думаю, сто процентов Может, вообще, удаления не было Да, ну, видите Задние дали о себе знать на поле Но я так результативно ворвался Там Роме забил Потом Пенальти заработал С Ромой был не очень Такой непростой матч Кстати, Рома Рой залетает, да? Да Давай Возвращайся, Рома Рой У нас хороший коллектив был Видите, тогда после этого стиля забрали Разобрали Там Скарапум Да, там много ребят Шама тренер Армии Армии Да, Эльдар Спортивный директор Тудроц сейчас Да Короче, хорошо мы так Разбросало нас Ну, слушай, результат дали Но вопрос у меня, знаешь, какой? Кто тебя в бейсмент позвал? Сослама Рась предложил Опять Ну, ты же знаешь эту ситуацию Что бейсмент, они практически были у истоков медиалиги Почему были и есть? Почему они не зашли дальше? У тебя есть объяснение тому? Команда, финалист первого сезона Команда, то есть, там, руководители напрямую Организаторы лиги Совместно с Колей Васиповым Почему произошло так? Ну, может быть, у них там свои какие-то интересы Не совпали Так что Есть темы разные на этот По этому поводу Можно сколько угодно говорить Ну Сейчас они сделали очень крутой проект Тоже баскетбол И не менее популярнее, чем футбол Но Я думаю, рано или поздно Бейсмент все равно будет в медиалиге Ну да, без их тусовок тяжело Иногда нравилось тут залезать Ну, конечно В футболе мы любим то, что после футбола Конечно, конечно Давай, хочешь сразу к Блицу? Вот так, смотри, не изначай Вот, не изначай Лучший результат пока у Романа Широкова и Ивана Облякова Ты готов? Томск был в твоей жизни А когда я Томск был в жизни Всем-то мячам привет Томск, Новосибирск Готов? Любовь, да Пивка для? Рывка Водочки для? Селедочки Для догоночки Водочки? Водочки Сильному не надо? Слабому не поможет Подальше от ворот? Полюбимый Премиальный Красавец Вот это трудное Бью с двух ног Бью с двух рук Красавец Кого не ждал Спартак? Бескова Красавец За что мы любим футбол? За то, что после футбола Чем больше выйдет, тем? Чем больше выйдет Ну ты знаешь, ты в Томске, да? Сыграл, прям вообще отпахал Выиграл Чем больше залетит А, я понял И потом еще сразу С раздевалочки в баню еще догнаться И от этого, сушничок, вот этот держишь Не пьешь воду специально А потом залетает Тренируется тот? Кто не умеет играть Правильно Бей вперед Игра придет Кто не кует и не пьет? Тот состав не попадет Ребят Походу мы лицезрели новый рекорд Блица А видели, как Криш вышел на тренировку Вот это прикольно Мне все пошел Салам алейкум Да, да, да Когда последний приходишь на тренировку Салам алейкум Ну что, едем, соответственно, дальше На спорте На спорте Полуфинал И команда распадается Ты же с самого начала был Ну, практически команде У него отношения Там был практически безграничный бюджет Я не знаю Но, сейчас скажу так Если бы на спорте не потух Было ли бы то Тот интерес сейчас еще к медиафутболу Потому что очень много раз разошлось И я там, да, тренерской деятельностью У меня началась своя карьера У Саслана Маратовича И в целом Что сказать-то на спорте Ну, хорошие времена были Ну, слушай, честно Много талантливых футболистов Ну, не только На спорте платили Крапу делали сумасшедшее предложение То есть он там, говорит Он зарабатывался на спорте Плюс 6 миллионов в месяц Не кажется тебе то, что бюджет был Распределен не очень правильно То есть Лев Борисович Многие ребята То есть и Грини, и Укол То есть ему писали И высказывали свое недовольство Ну, вот Исходя из того, что я сейчас президент клуба Скажу, что это не очень просто И, наверное, Лев Борисович Делал так, как он считал нужным Как руководитель И делал по максимуму, наверное Чужие деньги вообще считать очень плохо Знаете Это не очень правильно, скорее всего Это будет не Но мы в медиафутболе Хорошо Ты же знаешь, что здесь люди любят Жаришку Где файт камон? Файт камон? Давайте файт Давайте я файт камон Позвони мне Да, файт камон идем Но на спорте Начало тренерской деятельности Меня назначили в декабре Со славных шоу Я думал, что, скорее всего Мы уйдем вместе И будем все создавать В декабре, январь Я сыграл несколько товарок Были тренировки у нас На улице На пресне мы тренировались Там поле ужасное было Приехала первая тренировка Снег там Трактор какой-то с утра Ну, пацаны смотивированы были Что вам значит Я сразу футбол дал пацанам 11 на 11 Разыгрывали все Высокий прессинг Вот это тренер Квадратики и футбол поехали Все, да, да, да Ты бы у меня, кстати, капитаном был Знаешь, как я это говорю Ладно, бог с ним травмы Килограмм 10 назад могу Килограмм 10 назад Хорошая Килограмм 10 назад, да Надо просто отказаться от сахара И все Да не, немецкое восстановление Как в Германии полюбил Не могу остановиться Ну, это ничего Я тебе желаю Чтобы твоя дорога пришла к тому Чтобы вот так подстроил Что ты Просто тебе это стало уже неинтересно И все Это так Надо мне президентом быть Другая сфера Мне не дадут Вроде Не дадут быть президентом Нет шансов Советникам-то можно попроситься Вот это нравится Так К какому из президентов обращаться И куда? Это Алексеевич? Нет, может Просто к Тарасову Они разберутся там сами Благоуважаемые Мои любимые Тарасовы Откройте еще одну должность Советник президента А можно кента моим помощником? Это тоже ставьте Советник президента и его кент Должность кент, да Неплохо Пожалуйста Fight come on Давайте Ну ты пошел тренировать вторую лигу Ну если бы ты захотел Или у тебя пока нет желания Сейчас Грэмми Цель Грэмми Ты забыл? Грэмми Мы дойдем до этого Подожди Дойдем Да, Грэмми Кстати, как сейчас Ладно, все Перейдем к треку Только быстро Один вопрос А потом перейдем Нет, давай Нет, мы про трек поговорим Сколько сейчас уже прослушиваний На площадке Ты мониторишь? Опять не считать мои деньги Нет, ни в коем случае Только прослушивание Много Много, да? Да, прилично Ты ожидал? Я сказал один вопрос Все Про тренерство Подожди Про тренерство То есть Ты без лицензии Понятно, что Большой опыт Супер мотивация То есть Мы это видели Во многих играх Ну, ты еще хочешь тренировать Медиафутбольную команду? Или ты сейчас Сугубо президент Баса? Всему Медиафутбол, да? Мы же про деньги можем говорить? Всему есть цена, правильно? Сейчас, мне кажется Медиафутбол Только про деньги становится Да Но тебе не кажется? Ну, смотри Время, время У меня просто сейчас Настолько плотный график Что мое время Очень дорого Нет, я прекрасно понимаю И твое Да, но Советник президента Да, смотри Ты человек, который Зарабатывал футболом Так же, как и я Тебе не кажется То, что Медиафутбол Переплачивает За умение Людей играть в футбол? Я вот подумываю И иногда говорю Своим коллегам Нынче Президентам клуба Мы недавно Стояли И там Тоже общались И Ребят Так я готов сам В целом Но сейчас Там есть Наверное, уже Команд 7-8 Где средняя зарплата 150 тысяч Мы не считаем Чужие деньги Но мы в Медиафутболе Нет, мы в Медиафутболе Я считаю Сугубо Только для вас Дорогие Надеюсь Надеюсь Это не убьет Медиафутбол Но ты не кажется Что они Правда раздули Да, конечно Ну, ты понимаешь Чтобы человек Футболист получал 150-150, да? Ну, средняя зарплата Есть Сумасшедшие предложения Он должен с утра До вечера Делать контент Как Алексей Гасилин Вы понимаете Это или нет? 150 тысяч Это сейчас Зарплаты Сопоставимые С ФНЛ Какой ФНЛ? ФНЛ Есть Идей По 30 тысяч По 35 Получаю Но это Ты совсем Молодой Сырой Свой воспитанник К струблю Пришел Конечно Ну, 150 Это, наверное, для ФНЛ Даже Для некоторых Понятно, что есть Который под выход Там есть Хорошие зарплаты Осуждаю, в общем Такие суммы Нет, я считаю Что этот рынок Просто Раздулся Слишком сильно Медиафутбол Меримся приборами Знаешь Слушай, мне знаешь Что очень нравится Импонирует Ты сейчас поймешь О чем Мы отдалимся От всех тем Футболисту После карьеры Всегда тяжело Социализировать Найти себя Ты же знаешь Вот у меня Процентов 90 Ему очень тяжело Сменить рот деятельности То есть Ты поешь Я снимаю Ты делаешь шоу Ты еще играешь Понимаешь? Ребят, просто берите пример И в целом Ищите себя Да Но ты кайфуешь? Кайфую Я сейчас гитару еще куплю Серьезно Я хочу на гитаре научиться Ладно, если вот перейти Зачем тебе этот медиафутбол? Давай о творчестве моем поговорим Нет, мы поговорим сейчас Мы дойдем Не переживай Медиафутбол Ставьте больше клоунов, пожалуйста Мне недавно позвонили с РФС И ты знаешь, что сейчас был кубок Вот этот ФНЛ Который проводился в Торце Амкал Да, в Rock Boys И смотри Сидят на трибуне То есть руководители ФНЛ президента Сидят на трибуне То есть В большинствующей инстанции Так скажем И момент с Васей Мавриным Вообьем того, что он матерится И заходит в судейскую И замахивается на человека Вот для тебя это отвратительно? Или это эмоции, которые ты допускаешь? Вот сейчас защиту медиафутбола встану Ребят, но Подобное Ты же играл Ты же играл Много раз играл И видел Это же в премьер лиге Что же бывает, правильно? Не один раз А если ты на юг куда-то поедешь Там или Играли там Да, места Ты же понимаешь, что там тоже бывало разное Но сейчас я не буду конкретизировать так Но чтобы зайти в судейскую Бывало так В судейскую же заходили и не раз Вырвались Но бывало так Я сейчас И на детском и юношеском уровне был так Это часто бывает Это встречается Ну то есть это нормально То, что зайти Это не нормально Я осуждаю это Я это осуждаю Призываю ребят с медиафутбола Давайте чуть-чуть мы Будем все-таки Сохранять те правила футбола Уважать его величество футбол И правила на общей территории Они для всех Давайте мы их как-то будем соблюдать Пожалуйста, давайте, чтобы не приводилось там Про футбол, медиа Все одно комьюнити В любом случае Вася футбольный человек И я знаю, что он очень добрый, искренний парень И он подобного больше, наверное Будет стараться воздерживаться От подобных высказываний Так же, как и есть Высказывания там У меня бывают высказывания У Сослана бывают высказывания Да, там Я их осуждаю Вот я за себя и за брат Я их осуждаю эти высказывания И я знаю, как Соспорт там тоже Бывает, он жалеет Когда он что-то скажет Он посмотрит, думает Как я это знаю И мы тоже делаем Мы анализируем все И делаем Работу над ошибками Я вот призываю всех тренеров Президентов Пожалуйста, давайте В первую очередь Без рукоприкладства Второе Без цензуры Давайте пацанам покажем Что мы все-таки адекватные Все И порядочные ребята Мужики Пацаны И если вот заканчивать Вот эту тему Если вот представь Он не в судейскую заходит А в раздевалку к тебе И ты на месте этого судьи И он на тебя замахивается Что бы ты сделал? Смотря там, как щелкнешь Что у тебя там, да В голове Конечно, профессионально Надо как бы проигнорировать Дисквалификация Все Но это тоже уже Судьи, я говорю Должны быть защищены Я всегда Ты знаешь Я в прошлом сезоне за судей Это уже как бы так На сторону судей вставал Хотя нас Прибивали хорошо Давай вот Как раз перейдем К Басу Игра против Тутроц Лучшая игра В своей тренерской карьере С точки зрения эмоций Результат Да Да Ну еще и камбэк С Броуками 3-3 Да, но мы не прошли дальше Тутроц, да Расскажи Вот Тяжелый был матч Очень тяжелый То есть Тутроц По футбольному Доминировали Сильно И это было Достаточно Ожидаемо Но Вот Тот тайм-аут Те секунды Я понимаю Что надо Тайм-аут Взять оранжевый Мяч Есть Все Или ничего Я по-английски Не очень хорошо Разговариваю А объяснить Да или имея Там еще А пол Кто там Был Я не помню С ребят Вот иностранцев Что надо драться А Карл Кажется Ну это были иностранцы Ребята Кто Файт То есть Что Теритесь Надо драться Да Это как всегда Говорил Павлович Драться Выходишь Дерись на поле Ну это значит С ним сражайся И что я говорю Файт Файт А там же не слышно Там еще трибуны Не слышно Благодаря все Файт Файт Потом говорю Камон Давайте Пацанам Сипа Всем Все Уже Там Завру Я это вообще Не помню Просто Если бы я Наверное Знал Больше Английских Слов Фраз Я бы Я бы По-другому И не было бы Так эмоционально И не было Потому что я зацикался В этом Файт И вот это Файт Файт И пошло Ребят Ну что ж Мне стоит Напомнить В очередной раз То что Этот ролик Вышел При поддержке Моих корешей Переходи в телеграм Канал ГАЗ Обязательно подписывайся Закрепленный Комментарий И вы узнаете О бонусе Наших корешей Из Тенни Сибет А мы продолжаем Смотреть Прекрасный выпуск 18 секунд Передачи Вперед Это лучше Это Либо Под удар Прострел Удар Мать твою Мать твою 2-1 Никто не верил Как Вот просто Как Ты верил Я верил Я чувствовал Что что-то будет Такое Вот этот матч Я еще в начале Говорил Что мы сегодня Там В превью Там с дурасом Мы сидели Как раз Я даже Оделся У меня костюмчик Все Думал И думал Так и случилось Все Победа ЦК Бас На последней секунде На последней минуте За 10 секунд До конца основного времени Они забили красным мячом Как думаешь Просто Молодой Пока не точно не знает Финт Финт Готагова Точно знает Промах Промах Черкизова С Сибирью И через два дня Я забиваю С Гризману Со всеми этими Состая сборная Франции С центра поля Гол И мы 1-0 выиграли Тогда за сборную Да У тебя там сумасшедшая Статистика была У тебя там Голов Голов 12 Много 15 игр Ботан Это просто было Это ужасное состояние Это ужасное состояние Но эти болельщики Поднимал Сычев Да В топ-10 Стати промах обзошел В мировом Но это тоже У меня все Зашло Финты зашли Там какие-то По миру Разлетелись Голымой А Скорпион Гол увидел Да Ну слушай Ну финт Так и хотел Ты же знаешь Вот Анри делал Вот этот Скрытый паз Финт Хотел Вы не понимаете Пацаны повторите Этот финт Скиньте мне Скиньте в комментарии Нет просто Я тебе объясню Почему Это финт Ты не растерялся И сразу сделал прострел То есть там Моментально все было понятно Ну вот как мы с тобой В жизни не теряемся И сразу после футбола Занимаемся Медиа Вот давай вот Медиа статусы Ты их понимаешь Вот ты президент Ты президент Ты президент То есть тебе тоже нужны Медийные Чтобы развязать руки Тренеру Который Чтобы не думал То есть менять Нейтральный Как думаешь Какой должен быть Критерий Для футболиста Чтобы он был Медиа Ну хотя бы Стараться делать Не нужны цифры Хотя бы стараться Делать контент Снимать Ютуб Что-то Стараться Аудитория твоя Тебя все равно Найдет Стараться Хотя может быть Там Немного подписчикам Ты должен это делать Двигаться И показать Что мы Что могли показать Что вот Николай Александрович Дмитрий Геевич Мы вот все делаем Стараемся Снимаем контент Дайте хотя бы Там нейтральный Потом Через некоторое время Медийный статус То есть вот Мэри Вот ты президент Сколько у тебя Медийных игроков Сейчас в Басе Человек 5 Это сложно Смотря что Придется самому Выходить Ты готов? Ну ты сухарик Да не, ну как Готов Ну сколько Вот сколько бы сейчас играл Ты же знаешь Сколько бы сыграл На опыте Вот просто Ну это Насмотря В зависимости От стилистики Футбола А в своей команде Я вообще бы не играл Я в заявку не попадал Ту команду Которую тренировал Я Потому что там Один в один Идти в борьбу Не ссать Встык постоянно Кость в кость Понимаешь На чужой половине Поле Как один из некоторых Там сказал Что мы там Окапывались Чтобы не пропустить Но нет Камон Мы Файт Всегда Давай перейдем К последним новостям Которые у нас В комьюнити Вшли Бой Сибыч и Райни Круто что вышли Пацаны И на самом деле Побились В силу своих возможностей Готовились Да И вышли Не испугались Молодцы Все равно Какой твой прогноз Был на бой Я знал Не видел Как готовится Оппонент Сибсканы И он хорошо готовился Круто он бегал На моих глазах Его подготовка Была Происходила Потом Станус Подключился Но Костинская школа Дала Свою Дышка Да Так скажем Тыло Укрепил Пацаны Не пацан Слушай Смотри Но Первый раз Сибыча Я как бы Почти Сибыча Что-то мало Было Аудитория Мне надо было Поддержать Сибыча Подогреть Бой И Я даже Сибычу Потом писал Сибычу Все Удачи Там Но Я тоже Был Поддержаться Сибска Но Я все-таки Больше Потому что Как-то Сложилось Так Что На сегодняшний день Сибыч Ближе Духом Первый раунд Казалось Что На 10 секунде Уже Такой Нокдаун Сильный Вот это И сказалось Конечно Ну Надо было Во-первых Я думаю Что Не надо Он Сгонял Вес Я Пока Подумал Что Потом Ногами Сгонял Не надо Было 4 Килограмма Получается Надо было Их Оставить Я думаю Что Они бы Зарешали Там Где-то Ну Полгода Подготовки Ну Давай Так Что Все Кто Хотят Туда Выйти Да Но Надо Готовиться Просто Так Ничего Не Приходит Так Живот Как Ты Гришь Там Насколько Тебя Хватит На Футбольном Поле Так И Меня Можешь Хватить Насколько Но Нельзя Выходить Неподготовленным Не Надо Смешить На Первых Народ Если Я Буду Выходить Во-вторых И Своё Здоровье Надо Побереть Выступить На Такой Арене На Таком Мероприятии При Старике Там Сколько Тысячи Три Четыре Было Но Это Еще Раз Камила Надо Поблагодарить За Поддержку Да Что Он Позволил Мне Это Сделать Осуществить Мечту Это Навсегда Останется В моем Сердце И Я Всегда Это Буду Помнить Это Огромная Благодарность Камилу И Fight Night Все Вообще Все Организации Все Всем Участникам Помощникам Все На Высшем Уровне Прошло Очень Круто И Праздник Удался Как Говорится А Как Так Получилось Что Тебя Пригласили Или Ты Сам Проявил Инициативу Я Сам Проявил Инициативу Позвонил Сказал Возможно Ли Вот У меня Входит Трек Они Не послушали Послушали Сказали Да Но Очень мотивационный Знаешь И Чтобы мне понравилась Песня Композиция Особенно Если Там И присутствует Текст Нужен быть Хороший Минус И Мы эту Песню С Кентом Слушали И Она Правда Я не хочу Кроме Лести Наверное Это твои Просмотры Прослушивания Точнее Этого трека Показывает Что Удалось Кто Писал Текст Песни Сам Сам Это мой Мой Текст Ребят Это Души Это Прям Вот Каждый Пацан Из Глубинки И Не Только Он Это Но Там Есть Строки Там Родная Сети Также Можно Сказать Родной Петербург Да Там Родная Область Да Все Узять Сколько Пацанов Которых Просто Были В чехле Постоянном Знаешь Которых Чехлят Там Они С Неблагоприятных Семей Которых Одни Кеды С Братом На Двоих Да Или Кто Раньше Встал Того Этап Говорю Из Этой Серии Как С Тренировки Идешь Берешь Пекарню Десятерон Хлеб Пацаны Разорвали А если Еще Колбасу Надешь Твой Топ Это Классика Во-первых Детство Недооценка Самомотивация Переход На Тренерский Мостик Ну И так Далее Медиа Это Хотелось Посвятить Просто Для Всего Медиа Комьюнити Песня Вот Это Не Конкретно Про Автобус Это Именно Когда Команда Садится В автобус И она Едет Мы Прям Мы До Конца Будем Плевать Грунт То Есть На самом Деле Очень Классные Слова Есть Конечно Аудитория Кто Ставит Клоунов Она Понятно Потому Что Наверное Ассоциация У них С тем Матчем Да Когда Мы Тудротцем Уграли Тогда Мы Совершили Там За 8 Секунд Зависи Насколько Там Секунд Невероятное Да Может Быть Из-за Этого Но Если Убрать Вот Эти Все Вот Весь Негатив Убрать Вот Это Все Убрать Если Слушаться То Это Реально Мотивационный Слов Можно Каждый Каждый Пацан Иди Там Парень Девушка Кто Кто Занимается Спортом И Не Только Они Могут Примерить На Себе А Если Камил Предложил Тоже Выйти На Бой 5 Миллионов Платят У У У У У У У У Тюнинг Дорогой Поэтому Баланс Да Если Что Больше Вложений Да И Как То В Я Не Особо Люблю Больше Мозгами Баттл А Ты Видел Что Хотел Володя Вызов Крап Он Не Подготовлен Да Я Наблюдал Я Ж Был Там Нужно Представители Во-первых Зная Репутацию Наших Двух Друзей Крап И Володя Надо Чтобы Представители Президенты Команд Никита Женя Дима Саша Чтобы Они Как-то Дали Вручались Подписали Бумаги Потому Что Это Все Ну Непростой Процесс Медицинский Там Все Надо И Здоровье Чтобы Там И Все Органы В порядке Были И Плюс Дать Какое-то Согласие Но Так Не Бывает Он Правильно Сказал Ну Камил Поддерживал Камила Это Профессионально И Согласие Хорошо Что Он По Голове Стучал Так Знаешь Как Старший Но Предположим То Что Этот Вот Бой Бы Состер Как Думаешь Кто Б Выиграл Ты Знаешь Крап Как Так Корен Кто Из вас Победит Давайте Огонечек Победит Крап Сердечко Победит Кент Ой Володя Хорошо А если Вот Брать Футбольные Составляющие Я думаю Что Ты Сможешь Лучше Смотри Я не Говорю Что Они Мы В Премьер Лиге Будем Играть МЛС И так Далее По ним Сразу Было Что Я Понимаю Что Это Ради Вкида Но Даже На Уровне Нынешний МФЛ Они Могут Играть По 90 Минут И быть Лидерами Своих Команд Или Это Нереально Могут Ты Считаешь Могут При Правильном Подходе Да Но Я Еще раз Повторю Что Володи Володи Как Крапу Вот Володи Точно Многозадачность Там Никакую Не ставьте Говорите Просто Бежишь За спину И все Ну То есть Ты Считаешь Вот Они То есть Володя Что Может Если Ему Доверять Но Я Не Лезу Это Чужая Семья Чужой Лес Я Не Могу Константинович Не Могу Я Не Знаешь Там Не Варюсь Нет Просто Ты Считаешь Что Могут Это Чужая Семья Я Туда Не Лезу Если Так Получится Что Крап Володя И Прокоп Условно Будут Втроем В моей Команде Я Знаю Как Я Сделал Все Чтоб Они Приносили Результат На Футбольном поле И Буду Доверять Им Большой Объем Времени Они Будут Играть У меня И Крап И Володя По 90 Минут Готовы Играть Если У них Будет Режим Ты Знаешь Их Надо Заинтересовать Но Ты Понимаешь Что Они Знаешь Нет Если Они Будут Уставшие На Тренировки Работать На Тренировки Потом Ходить На Футбол Поле Они Будут Заинтересованы Если Он Забьет Один Раз Гол Второй Раз Одаст Передачу Они Будут По Другому Их Надо Ты Должен Быть Заинтересован Потому Что Ребята У них Внутренний Баланс Потому Что Очень Много Давления На Них Я Способности Их Надо Развивать Но Они Любят Отдыхать Как Кому То Играют Пример Лиги Им Надо Дать Возможность Поверьте Они Через Некоторое Время Забудут Слово Тусовка Алкоголь Что Другое У меня Играл Володя Да И Результат Принес Да Ну Вот Вот Я Чем Говорю Значит Я знаю Чем Я говорю Поэтому Надо Заинтересовать Так Сейчас Тема Которая Тебе Не понравится Вообще Не проблема Но Ты Самый Близкий А для Меня Это Команда За Которую Я До Сих Пор Переживаю Да Конечно За Амкал 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 Со Слав Главный Тренер Что Сейчас Не Получается Давление Сам Понимаешь Амкал Проигрывает Сам Себе У Них Все Кстати Кот Касаемо Матча С Касал Жар Хороший Матч Отличный Просто Я написал Сославну Маратовичу Это Топ Я Сказал Вот Эта Команда Она Еще Может Взять МПЛ Пятый Вот Если Так Все Пойдет Сейчас Понятно Третий День Ты Сам Знаешь Что Фон Усталось От Этого Ты Бегаешь Там На Еще Там Ну А так Им Надо Чуть Менажерки Сбавить И Все Будет Да Ну Нет Нет Сейчас Тема Мы Не Затрагиваем Потому Что У нас Как То Так Расход Пошел Видишь Мы Разошлись Да Просто Я Хочу Защиту И Амкала Немножко Ставить Мы С тобой Сейчас Поймем О чем Мы Говорим Сейчас Поговорим Как Есть Ты Смотри Сейчас Я Открыт Что Не Хватает Тогда Амкалу Сейчас Почему Время Подождите Еще Все У Амкала Амкал Амкал После Этого Матча Я Сказал Будет Выиграть И Спорт Кон 2 Хорошо Играли В целом Была Установка Тренера Я Знаю Все Будет Хорошо Тогда Такой Момент Вот Уход Прокопа Ты Вроде Хочешь Уход Прокопа Ты Считаешь Что Слава Маратович Допустил Ошибку Выгнав Его Ну Все Мы Какие-то Ошибки Допускаем Мы Все Не Идеальны Безгрешны Но Прокоп Для Амкала Это Как Не знаю Когда Уходил Косилис Или Рауль Из Реала Ну Прокоп Ты Знаешь У меня Не меньше Прокоп С Дрот Ассоциируется Честно Брось Честно Вот Я Вообще У меня Как-то Ассоциация Он Вообще Тоже Он Что Там Играл Да Так Что Здесь Наверное Герман Вася Больше Для Мне Вот Вася Как-то Он Ассоциируется Там Вася Герман Сибыч Фидос Ну То есть У Амкала И так Практически Медийных Игроков Не осталось Именно Кто Ну Давай Так Им дадут Амкал Тудроц Если Ему Некомфортно Работать Если Им Некомфортно Работать Друг с Другом Прокоп Он Звезда Он Ну Да Давайте Возьмем Так Есть Месси Криш Мбаппе Да Сейчас Три Прокоп Володя Икроп Это Топ Три Ну Понимаешь Ну Совокупно Да Понимаете Да Ну Не хочет Он С ним Работать Но Хотят Они Там По-другому Сейчас Единственное Что Спасется Слана Он Сам Это Знает Это Результат Из Трех Турниров Ему Нужен Результат Плюс Яш Это Чужая Семья Не могу Туда Лезть Я Надеюсь Что Сославным Может Обидеться На меня Сейчас Тоже Там Говорю Зам Раз Если Что Это Я Давлю Ну То есть Это Не ошибка То есть Это Обычная Работа Тренера И И И Не Сошлись Не Сошлись С характерами Кто-то Из них Плохой Хороший Нет Прокоп Я Говорю Ты же Лучший Вариант Для Прокопа Где Ему Оказаться Играть Ну Я Думаю Сразу Напрямую В Тудроц Нельзя Надо Транзитом Что Ты Подвигаешь Ну Транзитом Ну Знаешь Что Здесь Еще Транзит То есть Через Куда Нет Я Мишань Надо Тебе Просто Подумать Я Обращаюсь Нужен Ли Тебе Этот Про Футбол Еще Или Нет Может Это У тебя Какая Сидит В голове Знаешь Вот Этот Ну Еще Мечта Может Быть Уже Может Если Ты Действительно Хочешь Тогда Родина Медиа Тогда Тарасов Добро Пожаловать Потому Что У них Есть Команда Где Тебя Сразу Заберут И Прояви Себя А Если Самкала В 2D Сразу Ити Как Это Как Луиш Фигу А Такие Комбеки Были Переходы Час Ну Давай Я Даже Наш Возьму Зенит Быстров Зенит Спартак И Обрат Зенит А Вот Ну Да Но Это Тогда Родина Меди Ну Смотрим Как Будет Если Нет Тогда Наверное Больше Титан Потому Что Новые Команды Я Бо Не Пошел Потому Что Чисто Питер Есть Ну Чисто Питер И Там Сверх Деньги До Миллион Рублей А Свяжитесь Со мной Если Надо Я Нет Тебя Московские Команды Клуб Нельзя Вопрос Назови Топ Три Тренера Медийной Футбольной Лиги Прямо Сейчас Я Топ Один Готагов Алла Мратович Сейчас Давайте Мне Клоунов Пожалуйста Вырежьте И Потом Это Делать Давай Брата На Кое Место Поставишь На Второе Брат Сослав Маратович Третий Так Короче Пацаны Давайте Я Поставлю Коряку Передача Родины Медиа Коряк Константинович Не могу Я мимо тебя Пройти Прости Все равно Хейт Получил Да Нет Надеюсь Вам Это Не понравится Этот Передач Выпуск Со мной На Брат Мы Потом Сним Полноценный Большой Выпуск Поговорим Про Карьеру Вот Это Вот Интерес Про Детство Расскажем Как Добиться Но Это Все Потом Если Вы Поставите Лайк И Подпишитесь Никогда Не Сдаваться Вот И Возможно Даже Презентуем Вторую Песню Эксклюзивно Твои Планы Медиафутболе На Будущее Выйти Из Групп Пожалуйста Выйдите Просто Из Проигрывали Я Хочу Выйти Из Группы Во Всех Возможных Турнирах И Как Думаешь Долго Еще Будет Медиафутбол Жив Я Думаю Над Этим И Мне Не Хочется Чтобы Это Приключение Заканчивалось Путешествие Но Подсознание Я Сейчас Заплачу Честно Не Хочется Значит Медиафутбол Будет Жив Я Хочу Тебя Поблагодарить Искренне То Что Колоссальное Удовольствие Я Хотел Дальше И Еще Второе Интервью Хотел Узнать О Твоем Детстве А Пироги Ты Не Кушал Остинские Вкусные С Мясом С Такие Наверное Как у тебя Ставьте Лайки Ребят Шашлык Мы Сделаем Все Обязательно Подписывайтесь И Клоунов Мне В телегу Закиньте По-братски С вами Был С Опять Голос Спасибо Большое Вам Большое Спасибо За просмотр Подписывайтесь Всем Пока Пока Продолжение следует